Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Евангелия от Марка по тексту Острожской Библии 1581 года. И сегодня мы будем читать пятую главу этого Евангелия. И здесь в начале мы находим следующие слова. Это девятнадцатое зачало. И прийдоша наон пол моря в страну Годоринскую. И облесшу ему из корабля Абия, то есть тотчас, Среди его от гроб человек в дусе нечисте. Иже жилище и мяху во гробех, И не веригами никто же можаше его связати. Итак, здесь рассказывается о человеке, который жил в гробах. Он был бесноватый. Его пытались связывать веригами, то есть цепями, но он разорвал эти цепи. В других Евангелиях говорится, что это два человека. Так сколько же было Годоринских бесноватых, один или два? Отвечая на этот вопрос, Блаженный Августин поясняет, что было два, Но один доминировал над другим. Поэтому иногда говорится только об одном, Как самым значимым, самым доминирующим. Поэтому таким рассуждением как бы устраняется это недоумение. Итак, Христос прибыл в страну Годоринскую, И происходит его встреча с этим бесноватым. «За ней ему, то есть бесноватому, Многожды путы и южи железные связаны сущу, И растерзати от него южим железном и путам сокрушатися. И никто же, мажаше его, умучите и выну ночь и день Во гробях и в горах, бе вопия и толкися каменья». То есть, как ни пытались его связывать, Этого бесноватого ничего не получалось, А он бился головою о камне. Вот здесь очень серьезный, важный вопрос. Бесноватость. Является ли бесноватость для человека чем-то абсолютно ужасным? На самом деле это не так. Святитель Иоанн Златоуст ввел переписку С неким бесноватым боярином Федором. И Златоуст писал этому боярину Федору «Ты бесноватый, ну и что? Ты любишь Господа и продолжай его любить». Далее Златоуст пишет «Тебя смущает то, что дьявол повергает тебя на землю, И ты бьешься на земле. Но если по улице идет человек, А к нему подходит другой человек, Толкает его, и он падает, Кто виноват? Тот, кто упал, или тот, кто толкнул? Так и в твоем случае в этом нет никакой вины». Действительно, иногда бесноватость Попускается Богом. И мы знаем, что служка Преподобного старца Серафима Саровского, Матавилов, Был достаточно длительное время В состоянии бесноватости. Но он со смирением Принял такое состояние И потом пережил Всецелое избавление От власти демонов и бесов, Которые тяготели над ним. Но в любом случае Это печальная ситуация, Когда бес Так открыто проникает В жизнь любого человека И пытается погубить его. И вот здесь мы читаем, Что этот бесноватый Бился о камне, Но дьявол не мог погубить его. Люди не могли Ограничить его бесноватость, Хотя они его связывали. Он разрывался, Но он не сбросился в пропасть. Он не наложил на себя Рук, Потому что промыслы Божьи Оберегают и таких людей, Как бесноватые. И мы читаем далее. Узрев же Иисуса издалече, То есть когда он увидел Иисуса издалека, Тече и поклонись ему, То есть он спешит навстречу И кланяется. И возопи глазом, Велием, рече, Что мне и тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышнего, Заклинаю тебя Богом, Не мучи Меня. Вот здесь мы видим, Здесь мы видим, как Дьяволы, бесы, Которые жили в этом бесноватом, Они правильно исповедуют Иисуса Христа, Как Сына Божия. Сына Бога Вышнего, Как мы здесь прочитали. Но, как я уже ранее объяснял, Христос не принимает свидетельства от бесов о себе, Хотя эти свидетельства были правильные, Потому что Христос хочет, Чтобы мы не от злых духов принимали свидетельства о нем, А исписание прежде всего действием призывающей благодати Через слушателей церкви, Как и сказано, Вера от слышания, А слышание от Слова Божия. И далее, Вопль этого бесноватого, Обращенный к Иисусу, То есть, когда Христос говорит «Изыди души нечистой от человека», В ответ на это Бесы начинают Выпиять Христу, Заклинаютя Богом, Не мучай меня. Хотя этих бесов было много, Но в данном случае бесноватый говорит Как бы о себе в единственном числе. Не мучай меня. Это делают бесы специально, Чтобы как бы обратить Внимание Христа На одиночество этого человека, Которому никто из людей не мог помочь. Как бы они ни при чем, А вот он сам боится, Что Христос что-то совершит над ним, Нечто такое радикальное. И вопрошавший его, Сын Божий начинает Вопрошать его, Что ти есть имя, То есть, какое твое имя, И отвеча глаголе Легион имя мне. То есть, это был целый легион, Целый полк злых духов, Которые находились в этом человеке. «Яко мнозиесь мы», Продолжает отвечать этот бесноватый, Точнее, злые духи через него, «И молиши его много, Да не послят их вне страны». То есть, они умоляют Христа, Чтобы он не изгонял их. «Беже ту при горе стадо свино, Велия пасомо, И молиши его вси беси глаголюще». Вот здесь говорится о том, Что они объединяются в некую одну мольбу, И о чем-то просят Христа. О чем? «Паслины в свинья». А почему бесы так единодушно Просят Христа, Чтобы он послал их в свинья? Бесы нечисты. Свинья тоже нечисты. А нечистые всегда стремятся к нечистому. Поэтому они просятся войти в свинья, Потому что этот бизнес разведения свиней В стране Годоринской, Он противоречил закону Божию, Который запрещал тогда евреям Вкушать свиное мясо. «Паслины свинья давня в ниде», Давня, то есть в них, в ниде, «И повели им Абия Иисус». Абия, то есть поспешно, тот час, То есть Христос, увидев их стремление, Этих нечистых духов к чему-то нечистому, Сразу дает согласие. Потому что Господь ищет любому человеку, Как бы ему спастись. И это делается из заботы По поводу этого бесноватого. И на самом деле их было двое, Которые уже измучились, Находясь под властью дьявола. «И сэце дусе нечистие, Пусть тау, как они вышли, Внедоша в свинья, И устремися стаду по брегу в море, Бех уже яко две тысячи, Две тысячи, И утопаху в море». Вот здесь немножко непонятно, А почему Христос Как бы идет навстречу пожеланию бесов, Такому единодушному их пожеланию, И разрешает им войти в свиной стадо, Как Бог, уже понимая, Что за этим последует, Все стадо скрутизны обрушится в море. Во-первых, такими действиями Христос проявляет заботу о евреях, Которые зарабатывали на этом бизнесе, Что было запрещено законом Божьим, Законом Моисеевым, Который тогда действовал, И в вопросах кашрута, Чистая и нечистая пища. Это с одной стороны. Но есть другая сторона, Более значимая и важная. Разрешив бесам войти в свиной стадо, Христос показал, Что бы дьявол и его бесы Сделали бы с нами, Если бы они имели над нами настоящую власть. Они бы немедленно всех скрутизны в пропасть. Всех бы погубили. И вот это объяснение очень важное, Потому что если мы еще существуем, Как отдельно взятые люди, Как нации, Как страны, И не сорвались в ядерный Армагеддон, То это только потому, Что Господь промышляет О всем роде человеческом, Ибо он человеколюбив. Сколько раз дьявол пытался погубить весь мир. Первая мировая война, Вторая мировая война. Сейчас мы стоим как бы на грани Третьей мировой войны. Но Господь заботится О каждом человеке в отдельности, О каждом народе в отдельности, И о всем роде человеческом в целом. И те, которые сомневаются в том, Что Господь проявляет заботу о нас, Вспомните о том, Что как только бесы вошли в нечистых свиней, Они сразу все стадо сбросили вниз со скалы. И все стадо погибло, Разбившись частично о камни, А какие-то свинья утонули. Беху же, яка две тысячи, И утопаху в море, Пасущие же свинья, Бежаша и возвестиша в граде и в селях. То есть те, которые пасли свиней, Непосредственные участники этого нечистого бизнеса, Они сразу поспешили в город, Потому что именно с них будет спрос За это огромное свиной стадо. Две тысячи свиней. И из Идоша видите, Что есть бывшие, То есть весь город выходит как бы навстречу, Посмотреть, действительно ли это так. И придоша к Иисусу, И видиша бесновавшегося, Сидяща и оболчена, Оболчена – это значит одета, Значит, до этого он был голый, И никто не смог его привести в нормальное состояние, А здесь для них пример, Что Христос силен помогать и таким людям. И смыслиша, Имевшего легион, И убоявшися, Для них это трагедия. Погибло две тысячи свиней. С одной стороны, Они видят чудо исцеления Бесноватого или бесноватых, А с другой стороны, Они потеряли сумму денег. Поведавши же им, Видевши, Како быст бесному, То есть, Как этот бесный, Бесноватый стал здоровым, И о свиньях, Как бесы вошли в них, И они потонули. Какое же решение примут жители этого города? И начаше молите его, Они начинают умолять Христа, От идти от предел их, Чтобы он отошел от пределов их, И влезши ему в корабль, То есть, Христос покидает Землю Гадаринскую, Моляше его бесновавыйся, То есть, Бывший бесноватый, Умоляет его, Дабы был с ним, Он хочет стать апостолом Иисуса Христа, Даст ли на это согласие Христос? «Иисус же не даст ему, Но речей ему, Иди в дом твой, К твоим, И возвести им, Ели-ка ти Господь сотвори, И помиловатья!» То есть, Господь не вводит его В число двенадцати апостолов, Не делает тринадцатым, Но этот человек будет Совершать апостолат там, Куда не может войти Христос, Он идет В Гадаринью, В свой дом, К своим людям, Самим своим здоровым видом Он уже будет проповедовать О чуде исцеления. «И Иди», То есть, Этот бывший бесноватый сразу пошел, «Инача проповедути в десятиграде, Ели-ка сотвори ему Иисус, И вси дивляхуся». То есть, Он становится апостолом Христа Не в смысле, Что в числе двенадцати, А в том смысле, Что каждый из нас Какое-то апостольство совершает. И поверьте мне, Что самое достоверное свидетельство о Христе, Это когда мы рассказываем Другим людям, Что Христос сделал для нас самих, Как Он нас исцелил, Как Он очистил нас От скверной блуда, От скверной сомнений, От идолопоклонства, От чего-либо еще. «И пришедшую Иисусу» Это уже двадцатое зачало, «И пришедшую Иисусу в корабли, Паки, на Он пол, Собрайся народ мног, О нем и бе при море». «И все приеде един От архи синагог». Архи синагог Это начальник синагоги. Вот говорят там, Архимандрит, А это архи синагог. Начальник синагоги приходит к нему, Когда он прибыл на другой берег. Именем Иаир, И видев Его, То есть видя Иисуса, Паде, Принагу Его, И моляше Его много глаголя, Яко тщи, То есть дочь моя, На кончине есть. Что значит на кончине есть? То есть она при смерти. Да пришед возложише на ню руце, Яко да спасется и жива будет, И иди с ним. То есть Христос откликается на эту просьбу И идет с этим архи синагогой, Начальником синагоги по имени Иаир. По нем и диаху народе мнозе, То есть целая толпа Спровождает Христа. И угнетаху Его, Что значит угнетаху? То есть они теснили Иисуса, Потому что толпа была большая. И жена некая, Сущая в течение крови, То есть женщина некая, У которой было кровотечение, Менструация, То, что не останавливалось, Лет двенадесяти, То есть двенадцать лет, Она была в этом недуге, И много пострадавши от мног врачев, И издавши своя вся. Врачей не помогли. Она потратила на врачей Очень много из того, что имела. И не единой пользы обретши, А никакой пользы не было. Но пачи в горше пришедшие, То есть напротив врачей не помогли, А ее состояние стало еще более тяжелым. Слышав же о Иисусе, До нее доходили какие-то слухи об Иисусе, Пришедшие в народе сзади, То есть она слышала уже о том, Что Иисус исцеляет, И она принимает решение Подойти в толпе к Иисусу сзади, Прикоснуся ризе его, Имеется в виду край одежды. Край одежды – это цицит. Цицит можно видеть в Москве, Когда еврейские дети, подростки, взрослые некоторые, Ездят, у них из-под курточек, Из-под пиджаков выглядывают такие нити-кисти. Белые такие нити, И в них вплетена голубая нить. Эти кисти символизируют собою заповеди Божии. А голубая нить, вплетенная в них, Символизирует небесное происхождение заповедей Божьих. И это не какое-то их изобретение. Это заповедовал Бог через Моисея, Что еврейские мужчины должны носить кисти на краях своих одежд, Которые должны были им напоминать, Что они должны исполнять закон. Итак, она подходит в созади, Как это звучит по-славянски, То есть она не решается подойти спереди, Она сзади заходит. Она догадывается, что Иисус прочтет ее мысли По выражению ее лица. «Прикоснусь ризе его, Глаголыше бо», То есть в сердце своем, «Яко аше прикоснуся ризом его, Спасена буду». То есть спасена от этого недуга. И надо прямо сказать, Что по еврейским законам Она вообще не имела права находиться в толпе. Тем более прикасаться к авторитетному лицу. Женщина в таком состоянии Не имела права даже жить вместе со своим мужем. Прикасаться к нему. Или чтобы он прикоснулся к ней. Она должна выдерживать карантин, Но она устала. Она уже устала. 12 лет она в таком состоянии. Нечистоты. И хотя по канонам, по правилам, По заповедям Бога Она не должна входить в толпу. И кому-то прикасаться. Она прикасается не кому-то. Она прикасается к Христу, Сыну Божию. Потому что она больше так не может. Она нарушает все. Закон Божий против нее. Она не имеет так права поступать. Но она больше так не может. И жить. И абия. Вы слышите? Абия. То есть тотчас. И сосякну источник крови и я. То есть тотчас абия источник. Ее осквернение иссяк. Она исцелилась. И разумея телом. То есть она это ощутила в своем теле. Это болезненное состояние прекратилось. Тело запоминает многие моменты. И ее тело помнило здоровые состояния. И разумея телом. Яка исцелея от раны. И абия Иисус. Разумея в себе силу, исчедшую от него. Как Бог. Мы это видели ранее. Он сердцевидец. И он видит. И ощущает. Что что-то произошло. И ображься в народ. Ображься. То есть как бы обернувшись. Глаголыши. Кто прикоснулся ризах моих. И глаголуха ему ученица его. Видящий народ угнетающий тебя. Угнетающий тебя. То есть толкающий тебя. Стесняющий тебя. Как же ты спрашиваешь. Кто прикоснулся к тебе. Тут целая толпа. Теснит. Тебя. И глаголюши. Апостол не может понять, почему он так говорит. Целая толпа его угнетает. То есть стесняет. И глаголюши. Кто ся прикоснул мне. И обглядаши. Видите сотворшуюся. Где он видит эту женщину. На ее лице счастье. Освобождение. От того недуга. Которому она мучилась. Двенадцать лет. Прииди. И выше. Жена же. У боявшися. И трепещущие. Ведящие. Еже бысть ей. Прииди. Она боится. Она трепещет. И при паде к нему. Она падает на землю перед Иисусом. Он источник ее исцеления. И речей ему всю истину. То есть она уже ничего не скрывает. Как же поступит он? Он же рече ей. Закон Божий обвиняет эту женщину. Каноны Ветхозаветной Церкви обвиняют эту женщину. Все против нее. Что же ей скажет Христос? Христос не обвиняет эту женщину. Он говорит «тыщи», то есть «тщерь», «жена», «вера твоя спасе тебя». А твоя вера спасе тебя. А моя вера спасе мя. Или нас не интересуют эти вопросы. Сказав ей, что вера и я спасе тебя, он добавляет «иди в мир и буди цела от раны твой я». Он отпускает ее исцеленный, освобожденный от этой скверны. «Еше ему глаголюшу», то есть пока он это говорил, «придоша от архи синагога глаголюще, яко читвая умре, что ише движише учителя». То есть приходят люди, говорят, что дочь Иаира умерла, и он напрасно ведет свой дом учителя. «Исус же Абия», то есть тот час, «слышав слово глаголимое, глагола архи синагога». Этого мужчину надо поддержать, потому что эта весть, что девочка уже умерла, она может опрокинуть его. Христос действует на опережение. «Не бойся, токма веруй». Эти слова Христос произносит часто. «Не бойся, не бойся, не бойся». Мы испытываем постоянно какой-то страх, страх, мы боимся старости, мы боимся болезней, мы боимся смерти, мы боимся, что нас сократят на работе, мы боимся, что наша пенсия будет мизерная, мы боимся, что, когда мы будем на пенсии, никто не будет нам помогать. Христос говорит, не бойся. То есть доверься мне. И для начальника, для архи синагога и Аира эти слова бодрения, они очень важны. «Не бойся, токма веруй и не остави по себе ни единого идти токма Петра и Иакоба и Иоанна, брата Яковля». Христос берет с собой этих немногих «И прииди в дом архи синагогов и види молву, плачущиеся и кричащие много, и вшед глагола им, что молвите и плачетеся, а траковица несть умерла, но спит». На самом деле эти плакальщики, скорее всего, это были наемные плакальщики, когда они чувствовали, что кто-то может умереть, они уже собирались перед таким домом, а когда узнавали, что кто-то умер, эти профессиональные плакальщики, кстати, в древности это были чаще мужчины, они входили в жилище. «Христос говорит, а траковица несть умерла, она не умерла, но спит, и ругахусь ему». Они смеялись над ним. Что это было за плач у них, который так быстро переходит в смех? Это просто были такие роли. «Он же, изгнався, надо очистить пространство для чуда, он же, изгнався, поять отца от раковица и матери, ежебеху с ним», то есть апостолов, «вниди и дежебе от раковица лежащие». То есть они заходят в спальню, где девочка умерла, «и ем за руку от раковицу», то есть взяв ее за руку, глагола ей «талифа куми», ежи есть, сказаемо девицы, тебе глаголю восстанье. Все мы знаем церковное восклицание, Христос воскресе. Но мало кто знает, что по-еврейски «Христос воскресе» – это же конструкция близка к ирамейскому, это «мещиах куми», то есть «Христос восстал», «Христос воскрес». И если на славяно-русское восклицание «Христос воскресе», мы отвечаем «воистину воскресе», то по-еврейски такой ответ будет «Амэйн куми», то есть «истина воскресе». «Амэйн куми». «И абиевоста девица», абиесцелилась кровоточивая, «Абия», то есть «тот час восстала девица из мертвых», «Абия, имевшая сухую руку, протянула ее». Те перемены, которые в нашей жизни могут происходить от Бога, а не происходит именно абиес в тот час. И невозможное для нас возможно для Бога. И хаждаше, она начинает двигаться, ходить «бебо лет двенадесяти» – это двенадцатилетняя девочка, «и ужасовшися ужасом, велием, и запрети им много, да никто же увесть сего, и рече дати ей ясти». Господь запретил всем рассказывать об этом и повелел накормить ее. Она должна укрепиться. Теперь наступает ее новая жизнь во Христе и со Христом. И у меня нет сомнений, что она стала доброй христианкой и совершила в свой апостолат, свое хождение перед Богом самым добрым и праведным образом. Итак, сегодня мы окончили чтение пятой главы Евангелия от Марка. И что мне хочется сказать, это тоже очень важно, друзья. Если вы хотите именно не пропускать наши занятия, подписывайтесь на сайт «Экзегет», потому что когда вы будете подписываться на сайт «Экзегет», вы будете получать сразу сообщение о том, что появилась новая беседа, будет такой звоночек маленький, и вы будете всегда обнаруживать новую беседу на своем смартфоне, так, чтобы общение между нами и вами, общение в Господе, нас друг с другом, оно бы продолжалось и далее. Спасибо вас, Христос! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!